Доброе утро! Сегодня мы с вами будем говорить про человека, у которого была невероятно интересная и насыщенная приключениями жизнь. Он был врачом в Африке, он путешествовал на китобойном судне, прекрасно боксировал, играл в крикет, и у него были великолепные усы, которым мог бы позавидовать Игорь Валерьевич Ксенофонтов. Но кого это волнует? Потому что прежде всего мы знаем Артура Конан Дойля как автора Шерлока Холмса. И о нем, а также о других произведениях этого великого автора мы поговорим с нашим гостем Владимиром Анатольевичем Карповым. Владимир Анатольевич, доброе утро! Доброе утро! Смотрите, что интересно. Артур Конан Дойл считается часто родоначальником детективного жанра. Это не совсем так. До него делались такие попытки еще в начале 19 века. Конечно, здесь Эдгар Алленпо и его... Особенно, конечно, убийство на улице. Это морг, да, 1841 год. Но Эдгара побольше интересовали ужасники, то, что сейчас называется ужасниками, поэтому он как-то не стал это развивать. И да, действительно, закончил и сформировал этот жанр Артур Конан Дойл в конце 80-х уже годов 19 века. То есть два слова о том, что такое детектив. Совершается преступление, как правило, убийство. Далее вступает в главный герой сыщик, который это преступление расследует путем сбора улик, доказательств. И изобличает преступника. И это должен быть, конечно, неожиданный ход сюжета. Почему не раньше? А потому что раньше не было суда и следствия в современном понимании. Брали человека, пытали его, и он брал на себя все, что ему инкриминировали. Ну да, да, да. Утонула, значит, ведьма. Да. Кстати сказать, Артур Конан Дойл сам не имел никакого отношения к правоохранительным органам. Он был, да, врачом-офтальмологом. И когда у него это дело не заладилось, он от отчаяния, чтобы заработать, начал писать, и у него это хорошо получилось. Он ведь одним из первых придумал такой жанр литературного сериала, причем даже не классического сериала, потому что романы публиковались частями, и вроде бы тоже сериал, да, там, Клифф Хангера оставляли, чтобы почитали следующую главу. Он придумал процедурал, то есть когда каждая серия, ты можешь не читать предыдущие рассказы о Шерлоке Холмсе, ты можешь не читать последующие, тебе по этой одной истории все понятно. Есть Холмс, есть Ватсон, преступление. Да, возможно и так, хотя, опять-таки, не то чтобы он первый был, но это ладно, это я цепляюсь. Он завершил формирование жанра, он дал эталон этого жанра, ну, как бы сказать, каталог, я бы так сказал, вот нашел это слово, каталог всех основных сюжетных мотивов детектива и персонажей. Давайте поговорим о нем, о самом главном, о самом часто экранизируемом персонаже. Опять же, специфика жанра детектива, поскольку это развлекательный жанр, и здесь все сосредоточено на приключенческом все-таки сюжете, и чем, скажем, дальше, тем он становится все более приключенческим, потому что современный детектив, это горы трупов, это моря крови, это жуткий мордобой и жестокости, все это нарастает, нарастает чисто количественно. При жизни Коман Дойла это было мягко, так скажем, и не должен автор отвлекаться на биографические детали, психологические и так далее. То есть, если это Лев Толстой, который пишет «Войну и мир», он ничем не связан. Он может целыми, многими-многими страницами описывать внутренний мир и движение каких-то мыслей в сознании персонажа. Дуб, в конце концов, под которым Волконский лежал. Да, здесь в детективе это невозможно, поэтому для того, чтобы сформировать такой яркий персонаж главного героя детектива, нужно найти несколько очень лаконичных и запоминающихся примет. Например, играл на скрипке? Играл на скрипке, потому что он в это время думал, когда ему было нечего делать, случались простои в работе, он даже пристрастился к запрещенным веществам, что мы никому не советуем, конечно, и так далее, и так далее. И все, кто рядом находятся, они вообще незаметные люди. Ну, нет, подождите, вот здесь не соглашусь. Несмотря на такую яркость и эксцентричность Шерлока Холмса, все-таки доктор Ватсон, который является рассказчиком-продагонистом. Что это такое? Нет? Вы путаете с киноверсиями. Нет, я не путаю с киноверсиями. Нет, нет, нет. Доктор Ватсон – это рассказчик. Более того, мы узнаем его биографию, мы узнаем, что он воевал в Афганистане. Очень конспективно. Вы будете смеяться, в британском литературоведении даже есть такой термин – Ватсон. То есть это служебный персонаж. Служебный. И когда делают экранизации, то, конечно, это заслуга режиссера и плюс актера. Нет, я все-таки говорю о другом. Все-таки доктор Ватсон – это человек, близкий нам и понятный. Это человек, через которого мы удивляемся тому, как происходит мыслительный процесс. И ведь я очень хорошо… Я не помню, что это было конкретно за рассказ, но когда Ватсона подстрелили. И Холмс впервые за всю историю вдруг обнаружил, что он человек и что он переживает про этого парня. Вот именно, обнаружил, потому что до того он этого не обнаруживал. Опять же, такая связка Эркюль-Пуаро, это Агата Кристи, да, Эркюль-Пуаро и капитан Гастингс. Напомню вам, Пуаро сказал как-то, тупоумие Гастингса меня иногда просто пугает. А что это такое? Это мы с вами. Понимаете? Потому что вот эти знаменитые сыщики, герои вот таких сериалов детективных – это люди с невероятным интеллектуальным потенциалом, поэтому им очень трудно среди рядовых людей. А кто может описать для рядового человека? Только рядовой человек. Вот такой, как Ватсон. Хорошо, тогда вернемся к, безусловно, крутому и яркому главному герою. Вот, и к его эмоциональной, скажем так, сфере, да, к интеллекту вопросов нет, да, к тому, как он раскручивает. Ну, пожалуй, есть вопрос к терминологии, потому что то, что Конан Дуэль называет дедуктивным методом… Да, ну, это неважно. Ну, это неважно, да. Называет и называет. А все-таки вот какой вопрос. Ведь типаж Шерлока Холмса – люди, которые в жизни, честно говоря, совершенно неприятные. Как будто бы эмоционально урезанные в ущерб интеллекту. Да, да, совершенно верно. А почему мы любим тогда этих персонажей? Абсолютно верно. А потому что мы восхищаемся вот этой интеллектуальной силой этих людей. И в реальной жизни им всегда очень тяжело. Понимаете, с одной стороны, Пушкин сказал, поэзия должна быть глуповата. То есть вот интеллект не играет главную роль в искусстве. А вот здесь главную роль играет интеллект в ущерб иногда эмоциональной, часто эмоциональной сфере. Вот у Конан Дуэля получился такой персонаж. И в рассказе «Последнее дело Холмса» вдруг случается… Он его убил. Он его убил. Он его убил, потому что он ему надоел. Да, вот мы так вот сейчас округляем глаза, потому что человек, в общем, находящийся на грани банкротства, от отчаяния начал писать, стал всемирно знаменитым, очень богатым, чего ему не хватало. Надоел, потому что его рассматривали как автора Шерлока Холмса. Он его убил. Но он был писателем не только одного жанра. И, кстати сказать, он часто обижался, когда ему говорили, что вот он автор Шерлока Холмса. Нет, не только. Почитайте, дамы и господа, мой роман «Белый отряд», скажем. Он очень ценил этот историко-приключенческий роман. Он был талантливым фантастом. Он написал серию научно-фантастических романов. Смотрите, в 1912 году он опубликовал роман «Затерянный мир». Это роман, который породил целую традицию динозавра, затерянные миры. Вот это вот. И мало кто сегодня отдает себе отчет, что это Каннан Дойл. Потом уже был Владимир Оборчев, кстати, профессор, академик, который написал роман «Плутония» там и так далее. Потом были американцы со своим парком юрского периода. Замечательно. Но сначала был Каннан Дойл, врач авторитон. То есть тут мы его можем назвать родоначальником? Ну, в известной степени, в известной степени, да. Это множество его историко-приключенческих произведений. Холмс просто заслонил, скажем, несколько сборников рассказов о приключениях и подвигах бригадира Жерара. Бригадир не строительная бригада, а это воинское звание. Бригадир Жерар – это приключенческие рассказы из времен наполеонских войн. Потрясающе интересно. Потрясающе. Я, кстати, с вами согласна. А те зрители, которые не читали, я думаю, что вас ждет масса любопытнейших и интересных минут. Потому что действительно Каннан Дойл умеет и про юмор, и про фантастику, и про историю, и про много чего еще. А потом еще и биографию его почитайте, Владимир Анатольевич. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли, вдохновили и, как всегда, доказали, что человек, читающий книги, он гораздо интереснее, чем человек книги. Конечно. Конечно. Ну что ж, друзья, а вы читаете книги, используете возможность стать интереснее. Будьте первыми вместе с программой «Утро первых».